Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года. Киевская Патриархия обращается к гаранту Конституции президента Украины с искренней просьбой вернуть Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года, говорится в заявлении, которое обнародовано на форуме в защиту Киевского Патриархата. В обращении напоминается, что Киевская Патриархия судится с Православной Церковью Украины и Министерством культуры уже около полугода. Киевская Патриархия находится в состоянии судебных исследований и решений. Всем известно, что суды в Украине коррумпированы. Этого нельзя сказать о каждом судье, но общая оценка судов отрицательная, отмечают в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет неоднократно заявлял, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томаса об автокефалии, предоставленного Вселенским Патриархатом, условия Томаса по переходу заграничных приходов бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в состав Вселенского Патриархата, отказывается от запрета варить мира, и отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с фонаром. 20 июня, собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им Поместным Собором Украинской Православной Церкви, отменило постановление Архиерейского Собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Сам патриарх Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная Церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно. В Православной Церкви Украины заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным Собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный Синод Православной Церкви Украины принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, но лишен права руководства Киевской епархии. Однако в декабре Синод Православной Церкви Украины решил создать для патриарха Филарета религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском Соборе Киева. Собор Православной Церкви Украины призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции. Собор Православной Церкви Украины